Организаторы тренировки разделили учения на теоретическую и практическую составляющие. Сначала участники занятий получили актуальную информацию от областного министерства и районного управления образования, сотрудников Росгвардии и полиции, единой дежурно-диспетчерской службы и представителей МЧС. Хороший пример был Синдик, где сигнализация сработала. Работала на всего 40 секунд. Но это спасло всю жизнь тех людей, которые находились в основном в данном магазине. На это хотелось обратить особое внимание. То есть те организации, которые обязаны следить за данными системы, с кем заключены же говора, относиться к ним серьезно, требуют с ним. После теории пришла очередь практических занятий. Сотрудники правоохранительных органов и тревожных служб наглядно продемонстрировали алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайного происшествия на территории образовательного учреждения. Были отработаны две ситуации. Одна с обнаружением подозрительного предмета, напоминающего взрывное устройство. Вторая с возгоранием в помещении школы. В обоих случаях действия расчетов комментировали специалисты. Любая тренировка, она вырабатывает элементы слаженности образовательного учреждения, сотрудников, всех звеньев, начиная от охраны педагогического коллектива детей. Ну и конечно на примере данной территории, на примере данного образовательного учреждения фактически получали определенные опыты, навыки заместителей и руководителей образовательных организаций. Такие показательные общерайонные учения в муниципалитете проходят раз в квартал. Помимо профильных заместителей директоров школ, за ходом этой тренировки наблюдали представители большинства регионов Центрального федерального округа. Так что мероприятие вышло на хороший межрегиональный уровень. Хотелось бы сказать большое спасибо администрации Одинцовского района, которая поддержала эту идею проведения на вашей территории, всячески нам способствовала, помогала. Мы увидели профессионализм работы ваших силовых структур и в общем-то ведомств. И я думаю, что те представители 25 регионов России, которые здесь присутствовали, они во-первых отметили, что во всех сферах работают профессионалы, оценили четкую слаженность, четкое взаимодействие. Они сейчас спрашивают и задают у нас вопросы, как работает ЕДДС, как идет паспортизация образовательных организаций. И я думаю, что сейчас вот в такой приватной беседе мы в общем-то ответим все на все эти вопросы. Последним этапом практической части тренировки стали занятия по оказанию первой помощи пострадавшим. Его провели сотрудники территориального центра медицины катастроф. После проведения тренировки в актовом зале Зареченской школы подвели итоги. Учения были вполне ожидаемо признаны успешными. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.